Сообщаю вам, что коммунальное предприятие Одесса Горэлектротранс продолжает выполнять свои задачи по перевозке пассажиров. Обращаю внимание одесситов, что в связи с введением военного положения, а также комендантского часа, изменена работа предприятия. В частности, работа организована следующим образом. С 6 утра до 7 утра осуществляется подвоз водителей на рабочие места и прием подвижного состава. Выход на линию подвижного состава осуществляется после 7 часов утра. С 17 часов дня до 18 часов дня подвижной состав заходит на территорию депо для обслуживания и сдачи под охраной. С 18 часов до 19 часов осуществляется развоз водителей по местам проживания. Подвижной состав на линию выпускается пропорционально пассажиропотоку. Специалистами службы движения внимательно изучается пассажиропоток и по мере уменьшения или увеличения пассажиров добавляется подвижный состав на те или иные маршруты. Так, в частности, на 11 часов утра сегодня у нас на линии работают 29 троллейбусов и 30 трамваев. Кроме того, обращаю ваше внимание, что в связи с укреплением обороны отдельных районов города, часть маршрутов изменила схему своей работы. В частности, троллейбусный маршрут номер 10 следует до улицы Греческой, далее по маршруту. Троллейбусный маршрут номер 9 следует по итальянскому бульвару при вокзальной площади, далее по маршруту. Кроме того, обращаю ваше внимание, что специалистами службы безопасности дорожного движения, а также водителями подвижного сустава, на каждой конечной остановке с целью предотвращения террористических актов проводится обследование салонов подвижного сустава. Поэтому прошу Одессита в случае обнаружения подозрительных предметов или людей сообщать в органы национальной полиции, службы безопасности Украины, МЧС, а также центральному диспетчеру КПОГ по телефону 746-5104-746-5106. Сотрудники предприятия готовы к выполнению задач в данных условиях и оказывают максимальную помощь в содействии обороне города и страны.